Иностранцы, о победе Валиевой на Гран-при Канады. Это другой уровень фигурного катания. Российская фигуристка Камила Валиева выиграла Гран-при Канады с двумя мировыми рекордами. 15-летняя фигуристка заработала за произвольную программу 180,89 балла, а за два соревновательных дня набрала 265,08 балла. Таким образом, она побила свои собственные рекорды 174,31 и 249,24. Валиева выполнила четверной Сальхов, тройной Аксель, четверной Тулуп в каскаде с тройным, тройной Риттбергер, четверной Тулуп через Ойлер в каскаде с Сальховым, каскад тройной Флепрэнный Тулуп, тройной Лупс. Отметим, что Россия заняла весь подиум в женском одиночном катании. Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева заняла второе место с результатом 232,88 балла, за ней следует чемпионка Европы 2020 года Алена Косторная, получившая 214,54 балла. Иностранные поклонники фигурного катания высказались о триумфе Валиевой на Гран-при Канады. Камила – феноменальная фигуристка. Ее программа с этими прыжками восхищает. Я так счастлива за нее, что у меня слезы на глазах. Ее программы были довольно богаты на элементы. Мне приходилось постоянно смотреть на экран, чтобы не пропустить ни одного крутого движения. Я поражена. А ее костюм создает иллюзию, что она очень высокая. Говорите, что хотите, но это другой уровень фигурного катания. У нее не только четверные. Программа Валиевой включает весь арсенал. Здесь она намного выразительнее, чем в прошлом году. Я все еще думаю, что ее движения немного механические. Конечно, очень красивая. Я также думаю, что Болеро больше подходит ее личности, чем ее обычные лирические программы. Она выглядит так, словно наслаждается своим выступлением, демонстрируя дерзость. К Олимпийским играм эта программа может стать лучшей. Теперь я понимаю, почему русским мешали въехать в Канаду. Иностранцы о Гран-при. Российская фигуристка Камила Валиева доминировала на втором этапе Гран-при Скейт Кеннадо, отстояв неприкосновенность российского фигурного катания на международном уровне, которое продолжается с лета 2019 года. 15-летняя россиянка вывела женское фигурное катание на недосягаемую прежде высоту, показав, что лучше фигуристки могут соревноваться практически с любыми мужчинами-фигуристами. Если наложить на катание Валиевой мужскую парадигму оценивания, ученица Этери Тутберидзе набрала бы 199,58 баллов произвольной, что возвело бы ее в тройку лучших после Юдзу Руханю и Нейтана Чена. Болеро в исполнении Валиевой уже вошло в шедевры фигурного катания. Ошеломленные итогами Скейт Кеннадо итальянские болельщики сравнили Болеро Валиевой с Болеро Каролины Коснер. Культовая программа для такой выдающейся, удивительно красивой фигуристки. Чистая грация на льду, Камила Валиева. Теперь я понимаю, почему русским мешали въехать в Канаду. Больше нет никакой истории, сегодня пишется новое. Великолепно. Смотреть и пересматривать прокат во всем его величии. На техническом уровне все без сомнений. Лично я считаю, что Болеро Каролины на световые годы опережает это в плане выражения и хореографии. Исполнение итальянки намного более ритмичное и точное. Болеро Валиевой, помимо того, что современно исполнена, почти пугает своей идеальностью в каждом хореографическом элементе. Словно нет льда, только она и музыка, танцует под ноты. Потрясающе. Аплодирую стоя и даже больше. Техническое, художественное и эстетическое совершенство. Сколько восхищения. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила выступление российских фигуристок на этапе Гран-при в Канаде. Все три девочки молодцы. Валиева потрясающе, Туктамышева, гениально. Тут ничего не скажешь. Да, в произвольной программе Косторная уступила японке, но это ничего страшного. Это же соревнование. Я бы выделила Валиеву и Туктамышеву. Валиева так разобралась со своими четверными. Такое впечатление, что они были тройными. Просто на одном дыхании. Туктамышева катала свою программу самозабвенно, сказала Тарасова. Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова оценила перспективы Камилы Валиевой на Олимпиаде в Пекине. Способна ли Валиева с таким прокатом выиграть Олимпиаду? Да, я думаю, что если она будет так кататься, то она выиграет Олимпийские игры. Валиевой есть куда улучшаться, был с ошибкой сделан тройной аксель, была ошибка на выезде. Но на самом деле она просто чудо какое-то. Обсуждать ее улучшение прямо некрасиво, это было просто чудо. Чемпион мира по фигурному катанию Сергей Шахрай оценил выступление Камилы Валиевой на этапе Гран-при в Канаде и назвал спортсменку главным фаворитом Олимпиады в Пекине. Когда в соревнованиях участвует Камила Валиева, первое место ей практически гарантировано. Камила в очередной раз показала, что сейчас она сильно опережает всех остальных соперниц в одиночном катании. Валиева каталась под музыку Болеро, ей давалось все. Она исполнила три четверных прыжка, а все остальные элементы были выполнены безукоризненно. Разве что была совсем небольшая ошибка при выезде с тройного акселя. Но это, назовем ее, помарка, не могла оказать существенного влияния на итоговые оценки. И совершенно не испортила впечатление от проката Камилы. В результате разница между первым и вторым местом составила больше 30 баллов. Это огромная дистанция. Валиева на сегодня выглядит безоговорочным фаворитом предстоящей Олимпиады. Остается пожелать ей сохранить такую же форму и ту же уверенность к выступлению в Пекине. Российский тренер по фигурному катанию Александр Жулин оценил выступление Камилы Валиевой на Гран-при Канады. Это фантастика в хорошем смысле этого слова. Валиева, это просто какой-то космос. Фантастика. Однако говорить о том, что она фаворит Олимпиады еще рано. Не надо вообще ничего говорить, надо наслаждаться, степ бай степ. Шаг за шагом. У нее был великолепный прокат, но существует еще трусовый и хромых. Расслабляться нельзя, сказал Жулин. Траньков о произвольной Валиевой. Это самый солидный прокат в сезоне. Очень хорошая заявка на Олимпийское золото. Максим Траньков поделился впечатлением от произвольной программы российской фигуристки Камилы Валиевой на этапе Гран-при в канадском Ванкувере. Способна ли Валиева с таким прокатом выиграть Олимпиаду? Во-первых, этот прокат еще нужно сделать, опять же с основными соперницами, которые тоже будут свой набор делать. Конечно, заявка очень хорошая. Я думаю, что это, наверное, самый солидный прокат из тех, что были во всех соревнованиях в этом сезоне. Конечно, сейчас можно говорить о каких-то притязаниях на Олимпиаде. Но есть соперницы, которые тоже владеют четверными, которые просто не будут отдавать свое место, сообщил Траньков.